это самое как его это ж на деревню звонили всех привет пришли на рейд Англии после Ливерпуля на рейд города Ньюпорт, здесь много городов Ньюпорт, Кардиф, Аванмауф попробуем половить с магнитом немножко покажу Бристольский залив из него выход в Ирландское море мы пришли с севера Англии где-то у нас получается якорная стоянка в районе Бари Роуд так называемый Бари Роудс туда заход в Ньюпорт направо Кардиф Аванмауф не могу все выговорить так что у нас получается это у нас получается южное побережье Увальца вот так что вот как то так то есть мы тут стоим и еще два суда нашей компании какая то экспансия происходит не знаю как как мы говорим груза наварили железных коилов стил коил так называемый прокат вот все вывозят мы уже вышли тут мы три стоим три парохода стоим сейчас попробуем сегодня пробую снимать в режиме стабилизации обычной не Hyper Smooth есть подозрение что камера глючит из-за Hyper Smooth потом посмотрим вот течение здесь сильное мы в балласти стоим высоко если я не посмотрел сколько у нас сейчас какое течение туда или обратно но достигает 4-5 узлов попробуем половить если одного кончика будет недостаточно возьму второй вторую выброску погода сегодня хорошая можно походить в футболке так что вот немножко проветриться после северов как обычно надо немножко отдохнуть телом что-то тут тапочек так вот у меня магнит я уже его приготовил камеру на голову и погнали вроде сейчас знаю как настраивать дистанционное управление ладно пойдем парни обновляют палубу нормально есть возможность поработать потому что на ходу не очень удобно даже если погода хорошая особо тут не раскрасишься может и забрызгивать да и ветер все улетит больше больше улетит чем накрасишь так так сначала как обычно первый шаг проба глубины потому что может не достать по эхолоту по экосаундру показывал 20 метров что-то много как-то наверное прилив ладно попробуем так как обычно все приготовил к съемке но у нас все запуталось как обычно любит путаться так ладно как и говорю в воде распутаем начало вдоль борта пошла да ребята вон там с недоумением наблюдают за моими телодвижениями ух ты глубоко не достало это получается сколько же получается то веревка порядка двадцати двадцати пяти метров но вот пять пять до воды меньше у нас получается где-то четыре до воды что-то там вот барахтается но я думаю что это приклеилось к корпусу судна не дошло до воды а приклеилось к корпусу но куда-то тащит куда-то тащит сейчас попробуем ладно все понятно пошли за выброской еще за веревкой да по ходу по корпусу тащится ну поднимем посмотрим с первого раза никогда не понятно что там происходит куда-то вытащило наверное под корпус если уходит под корпус значит течение идет вот так значит уходить нужно на противоположный борт чтобы от себя уходил магнит либо с кормы перед кормой там бросаешь его потом утаскивает так что тут у нас заодно можно посмотреть структуру ила согласно картам здесь у нас камни и галька чистый попробуем еще разок сегодня подходя с утра на якорную стоянку посмотрел местами я был удивлен местами написано рок скала это получается просто голый камень где якорь держать вообще не будет вот еще было пеблс или пеблс я уж не помню вот выбрал это место бросили якорь 4 смычки и сразу встали думал течение сильное понесет но ничего развернулись на течение потихонечку отдали якорь потихонечку вытравили цепь и вышли на якорную цепь и встали сразу с первой попытки хотя с пароходами связывался с пацанами говорят сразу не получалось пришлось перезабрасывать кто-то перезабрасывал кто-то просто вот вытравливал еще смычку и останавливался так вот не понимаю это что нет я это значит не хватает глубины достаем пошли еще за за веревкой за кончиком ну вот а чё по воде понятно сильные отливы приливы английские речки ну здесь конечно не речка но из-за скорости и величины прилива отливных течений вода постоянно мутная грязная чем вот здесь особо мне в Англии не нравится а вот о где-то самолет какой-то о вояка вояка полетела так как я всегда говорю вы говорю летайте только звуковые барьеры не берите над судами то уж очень стремно как-то кто слышал когда берут барьеры тот знает что это такое то ощущение что сейчас пароход развалится так ладно пойдем за кончиком хожу туда-сюда за чем-то поперся с магнитом оставил его обратно оставил его на месте на нам всего лишь нужно кончить так выброска есть эту выброску я уже использовал в самом начале как только приехал на судно понял что моего конца не хватает и беру беру вот этот конец так осторожно тут накрашено у ребят не испортит работу так дочь окей так где тут у нас сначала конец сначала конец непонятно ладно сделаем так так я забыл как что вязать обычно все забыл как вязать но вяжу я на обычную удавку наверняка завязал морской задумчивый забыл можно конечно попроще что-то как-то так так ладно погнали открываем что называется фиг оторвешь так где у нас что тут понеслась главное успеть словить так пошел пошел вот сейчас может замерить что у нас сколько тут глубина так уже ли уходит а куда уходит да не может быть такого не может быть течение где-то вот шкрянькается то ли по корпусу то ли или на дне но возможно просто утащила утащила под корпус нифига себе уходит до сих пор уходит ладно до сих пор уходит так давайте какой-нибудь словим артефакт британской империи что там у нас куда чего ладно хватит достаем так это уж сколько там получается 25 еще здесь 30 30 с чем-то метров ушло так ладно вместе заберем опа водоросли плывут поймешь я не смотрел по карте что у нас там отлив прилив можно сказать посмотреть будет у нас другая сейчас другие цели и задачи у нас сейчас идет сидрежа хантинг поиск морских сокровищ охота за морскими сокровищами когда ты должно повезти маленький сундучок с монетками надо словить люди ловят что-то и мы словим вот ну вот приклеился самое спортивное так ладно пока отключусь буду отлеплять вот про что я и говорил в одном из своем видео что поначалу по незнанию честно говоря я настроил магнит как вот так настроил рим ставил вот с этой стороны и магнитящая сила была не такая сильная потом решил поменять поняв что магнит запрессован вот в эту обойму с этой стороны закрутил его здесь так вот теперь нужно делать так чтобы он не касался борта иначе приходится отлеплять с силой поехали так давай давай пошла сейчас посмотрим по течению куда пойдет опять на пойдет под корпус надо опять доставать аккуратно так так что у нас слабая слабая вот все пошло так еще слабо есть есть чего то есть наверное одно надо тогда кидать дальше чтобы он травился сам по себе на меня и потом доставать у корпуса вон можно водоросли половить каких нюхть что там какие то цветы даже вон мимозы или что там так ладно не будем давать сильно уходить достаем так можно мимо мимо травы подцепить и достать что нь так так может в траве что нь слоем какой нь артефакт так не касаться корпуса достаем по-быстрому чтобы не доставал так что у нас ну чисто ну процентная вероятность что мы что то словим конечно естественно мала так ладно кидаем дальше течение ананас пробуем здесь поехали сразу даю слабую ему побольше чтоб тонул спокойно не в натяжечку и пусть тогда тралится главное не забыть завязать кончик коренной коренной конец привязать куда нить чтоб не ушло вот и можно вытравливать во франции полностью вытравливал такой конец полностью два конца как там получается метров пятьдесят уходила ну там вдоль борта проходила вода здесь нас крутит на якоре да судя по положениям тех судов они стоят мы стоим на течении нас чуть под развернуло да течение вот так вот течение на в правый борт в корму и уходит под корпус магнит да он уже ушел даже не хочется уже выли не хочет уже вытаскнуть не хочет тащить конец можно ему помочь немножко но тогда попробуем ладно попробуем здесь догадками кидаться он вертолет летит возможно даже видно на радаре низко летящая цель плюс еще с идентификатором так называемый аэс автоматическая идентификационная система видно как летит с этим с вектором все со скоростью направлением ну а у тебя откуда-то полетели я не думаю что это на вышке тут возят кого-то тут выше кто у них и нету вышки 100 вышки на том побережье на восточном здесь у них что западное побережье здесь у них ирландское море вроде у них ничего не было тут не видел по крайней мере да и был то я здесь последний раз много-много лет назад вот делал уже анонс на канале во вкладке сообщества были мы в Ливерпуле были в Ливерпуле так здесь пусто были в Ливерпуле и поснимали видео к сожалению камера у меня сдохла поэтому видео пришлось скачать у одного из членов экипажа видео скачал немножко подобработал думал если вставлять музыку но он вроде что-то там разговаривает так что поэтому можно даже посмотреть послушать сделаю отдельный плейлист Ливерпуль улица Битлз Каверн Клаб где они начали свою так сказать трудовую деятельность в кавычках смотрите будет интересно так пробуем дальше бери больше кидай дальше пока летит отдыхай этого достаточно я как помню достаточно все равно не уходит он просто в грунтом упирается и все взрывается магнит в грунт и все и больше ему конца не надо останавливаться на каком-то одном на какой-то одной длине и все водоросли так она будет подкраситься немножко пока погоды хорошие стоят летом вот что тут еще можно про географическую местность рассказать как я уже говорил западное побережье Англии уэльс южный уэльс так опять по корпусу южный уэльс вот там это мы стоим на якоре в Бристольском заливе в районе точки Барри так называемый Барри Роудс Рейд Барри вот из Бристольского залива выходишь напротив сразу Ирландия Дублин чуть повыше Дублин вот что еще не знаю в Ньюпорт в Ньюпорте обещают постоять завтра у нас лоцман на Ньюпорт в 9 утра местного времени два дня нам дают постоять у причала груз готовят девятого погрузка так девятого у нас погрузка ничего как видите ничего думаю что если бы сюда я словил я был бы рад девятого у нас погрузка прокатом даже не прокатом я их называю Steel Coils рулонное железо и на два порта Антверпен и Аймуйден Аймуйден это в том же месте где Амстердам на входе на входе грубо говоря если по-граждански сказать на входе в Амстердам поехали ну ладно хоть не грязно нормально можно попутькаться тут в воде уже водоплавающий нам хлебом не корми дай в воде попутькаться а то да я все вспоминаю Муэйран достаешь весь в грязи так вот можно отдохнуть тепло я имею ввиду отдохнуть душой телом немножко сказать подзагорать кожу попроветрить после зимы то хотя уже июль месяц но лето нормально в этом году не было ну по крайней мере все зависит от района плавания если вы будете в Средиземке и дальше то естественно будут теплые деньки здесь в Северной Европе погода переменчивая но сейчас достаточно тепло все у нас получается честно говоря даже забыл сегодня какое число то сегодня у нас получается а сегодня у нас получается 6 июля 2019 года да 7 июля у нас Лоцман 7 июля в 9 утра завтра так ладно погнали достаём я думаю тут нет необходимости оставлять чтобы он травился можно конечно на время но не вижу этой необходимости будем лучше доставать смотреть больше забросов больше вероятности что-то у нас получается все хорошо хобби в процессе хобби в процессе идет закидывание магнита но результат почти нулевой идут только идут у нас только в сопровождении так сказать байки из матросского рундучка вот ладно пробуем на этой стороне еще раз на этом на правом борту и переходим на левый борт попробуем так так не соскальзывай а сейчас закинуть подальше подальше ну ладно если кому интересно смотрите канал подписывайтесь мне допустим тоже если я в чем-то не разбираюсь я смотрю обзоры других людей других профессий слушаю интересно кто что рассказывает вот здесь у меня получается больше не не находок я показываю а больше рассказываю что к чему где стоим куда ходим чем занимаемся вот так ладно сбилась у меня немножко настройка думаю снимает не знаю снял я камеру немножко на голове уже надоело носить вот кончик уходит так что вот лопатый уже стал конец контракта почти 4 месяца вот ладно домой приедем побреемся как говорится отмоемся в бане побреемся постригемся сейчас как пока походим как старые морские волки ну вот как то так погода хорошая приятная все дела сделаны рабочий день закончился office hours так называемые переписка закончилась все немножко отдохнуть можно в личное время он опять летит ветролет либо моторный самолет да моторный самолет летит легкий далеко как будто ветролет так ну что у нас тут опять все уплыло поехали дальше одеваем одеваем на голову погнали дальше тралихи так вроде примерно я разобрался по как назвать по тактильным ощущениям как камера должна показывать просто потрогаю посмотрю так еще раз ага опять нажал нет на рукой случайно ладонью сейчас сбросил трогать не надо особо рука сырая чувствительность хорошая на камере получается так поехали достаем пошел под корпус так сколько я веревки туда ушло у меня достаю и достаю так чтоб не запуталась вышел пусто ладно я сейчас боюсь его приклеивать то везде он меня прилипает как глухонемой и потом отрывать ладно хорошо собираем веревочку пока остановлю запись собираем кончик и пойдем на том вот вот вот